12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» В студии по-прежнему Олег Прохоренко и Светлана Занько Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш» Не бревном, единым, как Кировская область планирует выполнить нацпроект об удвоении объемов несырьевого экспорта за 6 лет Говорим сегодня на эту тему И у нас к нашим экспертам, которые уже в студии, Наталья Кряжева, министра экономического развития, поддержки предпринимательства Кировской области И Екатерины Матанцевой, генеральному директору и основателю компании МИКО Присоединилась Мария Зеленцова, директор Центра поддержки экспорта Кировской области Добрый день, Мария Александровна Мария Александровна призналась, что первый раз Но я думаю, что у нас такая комфортная атмосфера, поэтому говорить будем спокойно И вот как раз говоря об указе президента, майском указе, где обозначены нацпроекты Указ появился в прошлом году, в мае Очень большая роль в удвоении экспорта отводится специальным институтам Которые будут помогать выходить новым агентам, новым субъектам Или расширять свои уже существующие рынки субъектам, которые на экспорт работают Очень большая роль отводится как раз структурам, подобным Центру поддержки экспорта в Кировской области Центр работает уже сколько? С 2011 года С 2011 года, то есть уже 8 лет, уже опыт есть, база есть, есть определенное понимание Какие услуги востребованы предприятиями кировскими Конечно Можете рассказать коротенько, кто потребитель ваших услуг на сегодня? Ну портрет такой общий Услуги мы оказываем для субъектов малого и среднего предпринимательства Зарегистрированных на территории Кировской области И входящий в единый реестр субъектов МСП Все услуги мы предоставляем бесплатно Поэтому они обращаются Для крупного новобизнеса мы можем оказывать эти же услуги на платной основе А где вот этот раздел между крупным и средним и мелким бизнесом? У нас есть единый реестр МСП, который ведет налоговое Там все данные есть Сколько стоит, если представитель крупного бизнеса обращается, сделать маркетинговые исследования в какой-нибудь стране ближнего зарубежья? Все зависит от объема, от страны, от компании, куда мы будем обращаться Это все индивидуально Хорошо, от и до Ну примерно, надо представлять себе, сколько стоят такие услуги Эти услуги могут стоить до сотни тысяч рублей Потому что все-таки Особенно если техническая документация Особенно если техническая документация Я бы хотела сказать о том, что вот, наверное, так скажем, хорошие результаты центра экспорта нашего Они связаны в первую очередь потому, что вот с той стороны привлекаются тоже профессионалы А услуги профессионалов, они всегда стоят денег Поэтому здесь, я думаю, что правильно именно сказать, что это могут достигать сотни тысяч рублей Но подчеркну, что если мы будем говорить о субъектах МСП, это бесплатно И за этим надо приходить Федеральная программа региональная? Это совместная программа и федеральная региональная Сразу хочу сказать, что с прошлого года мы начали активное взаимодействие с российским экспортным центром И объемы нашего взаимодействия, они начинают возрастать И как раз вот наш центр экспорта, это является такое окно, малый-средний Мы работаем здесь на месте Если это требуется уже взаимодействие более высокого уровня Мы являемся входным окном для крупного бизнеса для взаимодействия РЭЦ Он может обращаться и напрямую в бизнес туда Ограничений здесь никаких не существует Но удобнее и проще иногда прийти в наш центр экспорта Вот Екатерина как раз рассказывала о том, что в Москве сложнее малому бизнесу А в Кировском центре, конечно, к тебе окажут поддержку Три вида услуг, по крайней мере на сайте центра Информационная поддержка участников внешнеэкономической деятельности Консультационная поддержка, организация встреч и переговоров с иностранными партнерами Здесь нет финансовых каких-то механизмов поддержки Хотя они предусматриваются указом Что необходимо создавать еще финансовые То есть в этой связи вы работаете совместно с... Нет, у нас именно нет финансовых мер поддержки Потому что мы не кредитуем, не предоставляем займы Именно мы субсидируем Мы оказываем услуги бесплатно для предприятий Скорее всего, вы смотрите указ, где развитие экспорта в общем Это относится к крупному бизнесу Для которых есть другие инструменты поддержки Как раз финансовые Что касается субсидий для малого и среднего бизнеса То это другая программа, которая... И не одна, наверное, да, Наталья Михайловна? Да Только не знаю, распространяются ли эти программы на экспорт? Значит, все возможные меры поддержки Которые на сегодняшний момент мы можем получить бизнес на территории Киркзак области Они распространяются в том числе и на экспорт Вот, я думаю, Екатерина подтвердит о том, что вообще, если мы говорим об экспорте Здесь очень серьезно нужно думать об организации производства Как ты производишь, что ты производишь при сертификации Что, Екатерина, смотрели в первую очередь А то, насколько организован бизнес Соблюдаются стандарты работы мирового уровня И соответствие стандартам требует определенных вложений Это и модернизация бизнеса может происходить Это может и наладка новых видов производства происходить На это на все нужны денежные средства И здесь уже комплексно И потом, понимаете, даже вот этикетки перевести на иностранный язык Чтобы они были читабельны Потому что, когда переводит российский переводчик Он не учитывает, как на самом деле использовать косметику И как об этом говорят в Англии, например Как это сказать в Германии Вот, и там нужен именно переводчик, который там живет Носитель языка Да, носитель языка Точно так же производство, представляете Или производить на одном языке Либо одну и ту же партию фасовать там разными этикетками И это все должно быть безошибочно Сколько приедет сертифицирующая организация и проверит Сколько у тебя материалов ушло в производство Сколько у тебя остаток Действительно ли это все соответствует Твоим нормам производства И получается, что тут еще очень много моментов по продвижению Когда ты выходишь на этот рынок Тебя же там не знают Если, конечно, это бренд А не просто там стулья непонятной марки То тебе надо там и рассчитывать Какой объем на маркетинг ты можешь тратить Сколько ты будешь тратить на выставки В интернете Если ты умеешь в России продвигать себя как бренд А ведь большинство компаний даже в России себя не умеют продвигать Не умеют вести российские соцсети Не умеют работать там с блогерами, со СМИ И таким образом это действительно работа, которую надо начинать Как минимум за 8-10 месяцев до того, как ты планируешь туда первую поставку А на сами переговоры с одним только контрагентом могут уходить месяц-два Даже если у тебя идеальное для него условие Потому что им всегда захочется поменьше цену Повесить на тебя доставку и так далее И опять же воронка продаж Если у тебя в переговорах 100 контрагентов на рынок Германии То, возможно, там 5 выстрелят А если ты увидишь переговоры с одним, с двумя То вероятность того, что у тебя получится выйти очень маленькая В таком случае, Мария Александровна У вас какие услуги пользуются наибольшим спросом на сегодняшний день? То есть какие услуги вы предоставляете? Услуг у нас достаточно много Но самое популярное, это, конечно, организация выставочных мероприятий Организация бизнес-миссий Переводы на иностранные языки Сертификация Консультации Причем мы обращаемся к брокерам, когда требуется узкая специализация Также у нас очень популярны маркетинговые исследования И, конечно, обучение по программе школы экспорта РЭЦ Это у нас будет новый продукт, который мы запустим с этого года Еще не было этого Еще не было Будем привлекать и наши будут аккредитованные тренера из нашего региона И тренера из РЭЦ Суть этого проекта Суть будет 11 модулей, которые будут затрагивать все аспекты деятельности ВЭД Начиная от открытия счета, заканчивая Внешнеэкономической деятельности Это открытие счета, это налоговое законодательство, логистика, таможенное законодательство Все аспекты деятельности А разве можно этому обучить в общем? Ведь каждая страна уникальна Ну, для этого и специалисты приезжают, которые могут, дальше можно задержаться и задать свои вопросы Уже проконсультироваться по конкретному Бразилию, Латинская Америка, Средняя Азия А для этого, если не ответит тренер, то можно задать вопросы нам И мы брокеру зададим именно вопрос, как в Бразилию осуществлять отгрузку Вот я просто как иностранец, ну, закончивший иностранный факультет иностранных языков Мне интересно, вот та проблема, о которой Екатерина говорит О том, что нужен носитель языка для того, чтобы правильно сделать перевод Здесь кто предоставляет вам услуги, есть ли действительно носители языка, которые Сертифицированные переводчики Да, сертифицированные переводчики, которые могут в этом помочь Есть и у РЭЦ аккредитованные переводчики, куда они нам рекомендуют обратиться Потому что это уже зарекомендовали себя людям И не страшно, перевод не будет ошибок Я бы на самом деле порекомендовала потом все равно перепроверить перевод Конечно, да Потому что мы заказывали как-то перевод И все равно переводить Одно дело, когда это просто документы ты переводишь до таможни Там, ну, вольный язык в Гугле достаточно А другое дело все-таки, чтобы покупатель купил твой товар А там очень важно качество Понятно, что когда мы читаем вот этот Гугл-переводчик с китайского на русский У нас сразу возникает подозрение, что товар не того качества Скоро Гугл-переводчик будет лучшим сертифицированным Потому что, конечно, прогресс неимоверный абсолютно Но, тем не менее, действительно есть нюансы и тонкости Которые могут люди только друг другу объяснить пока еще И в этом смысле тоже У нас остается меньше даже 10 минут до завершения нашей программы Вот еще какой у меня вопрос был Сейчас вот хотела про бизнес-миссии поговорить в другие страны И бизнес-миссии, которые в Кирове будут проходить Я знаю, что бизнес-миссии – это такое направление, которое развивается у нас в регионе Давайте про нынешний, про текущий год поговорим Куда собираемся с бизнес-миссиями и будут ли ответные встречи И вообще, что это такое? Это такая история, как, например, сейчас была в Италии Когда губернатор, его заместители, глава правительства Уже называем главой правительства? Игроки рынка итальянского в Кировской области были еще там присутствовали? Уехали в Италию, да, уехали в Италию И, например, губернатор что-то там поговорил про мусор, его переработку И все кировские СМИ написали, что Игорь Васильев предложил итальянцам Заниматься переработкой мусора в Кирове, потому что они передовики И я вот, например, когда это читала, будучи в Риге, думаю, нормально Месяц назад мы разговаривали о том, что не нужны нам никакие передовики Со своими частными деньгами, ни местные, ни зарубежные Будем на федеральные деньги сами А тут, значит, он едет к итальянцам и что-то такое рассказывает И вот об этом... Это ты немножко в другую тему глупилась Нет, я хотела привести... О сути бизнес-миссии, наверное Нет, я хотела привести пример, что такое бизнес-миссия Понять, что такое бизнес-миссия Потому что я вот, например, суть этой бизнес-миссии итальянской кэши Исходя из новостей, которые потом выходят в СМИ, не понимаю И я знаю, что очень много людей, которые не в теме Читают, что вот Кировская область была с бизнес-миссией в Италии Сейчас она будет в Германии Хорошо живут чиновники, ездят по бизнес-миссиям А какой от них толк? Согласись, такой вопрос очень часто возникает впервые И вот с такой простой подачей Я хотела бы, чтобы так же просто нам сейчас Министр экономического развития объяснил Что такое бизнес-миссия, зачем это все И куда мы поедем Основная задача вообще как таковой бизнес-миссии Это налаживание бизнес-контактов И налаживание более глубокого взаимодействия между странами И, конечно, в рамках бизнес-миссии Основная задача, это, конечно, связи B2B Чтобы бизнес начал взаимодействовать в первую очередь с собой Это как раз будет приводить к наращиванию экспорта и импорта И внешнего торгового оборота И выходу наших компаний на зарубежный рынок И приходу иностранных инвесторов Что тоже для нас является достаточно правильным, на мой взгляд, направлением работы И местной, и иностранной Это всегда очень хорошая история И хочу сказать, что география, конечно, бизнес-миссии У нас достаточно высока в этом году Это и Китай, и Таджикистан, и Германия, и Грузия, и Монголия Это те страны, которые планируются сейчас посетить По итогам итальянской бизнес-миссии Могу сказать о том, что основная, конечно, задача Это было расширить границы итальянского, возможно, понимания О том, что есть такая Кировская область И с ней, безусловно, можно и нужно работать И у нас есть прецеденты хорошие По взаимодействию с итальянской стороной И это причем не только завод Пирелли наш Но и в пищевой промышленности Гранд Вятка, Бренд, это сыр Твердые Я, кстати, когда услышал, решил посмотреть Не нашел пока, где их продают Они начинают расширять В ноябре они начали производство 2018 года Пока сыры зреют Да, да, да И они планируют достаточно активно работать с сетями Продавать этот сыр на территории Кировской области Возможно, за его пределами Дальше нужно наращивать объем производства И надо понимать, что в данном-то случае Итальянские партнеры организуют бизнес не в городе Кирове Речь-то идет о Богородском районе Что тоже для нас является определенным примером И почему было принято решение именно про Богородский район Потому что было качество молока Которое мы достаточно в хороших объемах будем производить И как раз пример с компанией Пирелли И пример с нашими сырами Дум сыра называется компания Это еще подтверждение для итальянцев Которое было воспринято очень положительно Именно успешного опыта реализации бизнеса Иностранными компаниями на территории Представителей бизнеса Я, возможно, ошибаюсь Но после такой миссии Где участвует руководство регионов С одной стороны, с другой стороны Должна последовать, по идее, переговорная миссия Где уже заинтересованные участники рынка Должны ехать и встречаться Либо здесь, либо на территории Италии Это будет? Это будет буквально вчера И сегодня, я надеюсь, это письмо уже уйдет Нашим итальянским партнерам О том, что мы благодарим их в первую очередь За такую возможность поговорить Би-ту-би на территории Италии И они подтвердили свое, так скажем, намерение Приехать в Кировскую область И фактически мы уже ждем Когда будет назначена дата и время У меня есть предложение Итальянских партнеров Которые не на нашем заводе На другом заводе Перелева Российской Федерации В Аренже Да, выпускают велосипедные шины Выпускать такие велосипедные шины и у нас А потом еще в сотрудничестве с нашими машиностроительными предприятиями Которые должны переориентироваться Выпускать велосипеды А потом еще все-таки вложиться в велошколу всем вместе Сделать велодорожки Опять убрать машины И возобновить производство на Венскополянском Да, мотороллеров Мотороллеров Веспа, ну, вятка И это мечта просто Вот если бы такое последовало в ближайшие годы И к юбилею города мы бы тут все на мотороллерах И на велосипедах, на итальянских шинах по велодорожкам Вот это было бы сотрудничество Это очень хороший пример комплексного взгляда Да, и самое главное, мне кажется, вот, Светлана, в этом примере вашем Есть очень правильная вещь для экспорта Кооперация Конечно И она очень нужна и важна И если мы будем говорить И восстановление исторических связей Это безусловно И я бы хотела сказать о том, что Вот мы сегодня очень много говорим о малом-среднем бизнесе Да, и вы же свой разговор с Екатериной тоже начали с вопроса А как вас воспринимает сейчас малый либо средний бизнес, да, то есть растет Большая задача стоят перед нашими крупными производителями Они тоже должны удвоить свой экспортный объем И вот здесь как раз вопросы связаны с расширением производства С повышением его эффективности С внедрением, возможно, новых разработок Он будет стоять даже в большей степени Острение жилю субъектов малого среднего Насколько я понимаю, у нас же есть приоритетные рынки сбыта Да, есть там как бы не совсем приоритетные Есть приоритетные Можно озвучить, что это за рынки Куда государство планирует масштабно экспортировать товар в Россию? Министерство промышленности Российской Федерации На как раз одном из ВКС, посвященном практической реализации промышленного экспорта Проекта по промышленному экспорту Показывала карту Она довольно-таки проста Это Южная Америка Это Африка И это Азия Вот, пожалуйста, вся вот эта география Никто не говорит о том, что нельзя или не нужно работать с Европой Нет, с ней тоже нужно и продолжать работать Но приоритет расставлен вот таким образом Ну, собственно говоря, почему так расставляются приоритеты И сами производители нам говорят Ты помнишь, у нас был эфир с заводом 1 мая Когда мы говорили о том, что восстанавливаются связи с Кубой И туда снова будут поставляться эти железнодорожные краны и прочее И все-таки нужно понимать То есть в соотношении цена-качество Вот что у нас Вот что нашим является преимуществом И если мы будем брать тот же кран немецкий, который приводили в пример И наш кран, то все-таки наш кран разработки каких-то годов 70-х, 60-х годов Советского Союза еще Ну и какие краны сейчас есть в Германии И здесь очень важная история, которую нам тоже рассказали Вот этот германский кран Они видели в Китае, когда были там с бизнес-миссией Уже разобранный и рядом выстраивался, как из лего Новый китайский, скопировавший его кран Мы это знаем, поэтому надо понимать, почему мы И с какими регионами мы сотрудничаем И это нормально, ничего в этом страшного совершенно нет Потому что вот эти замечательные немецкие и замечательные китайские краны Они требуют другого еще обслуживания, обеспечивания По другим ценам совершенно запчасти В нашей комплектации То, что мы производим, служат долго Запчасти недорогие Обслуживаются быстро Поэтому оценивая свои возможности и потребности потенциальных партнеров Здесь мы знаем свой сегмент Это правильно Я таким образом анонсирую следующий наш разворот на бизнес Потому что придет завод Сильмаш У которого тоже стоят задачи ровно такие О которых сейчас мы говорили здесь И мы у них там, конечно, спросим Как они собираются их реализовать Тоже вот про экспорт поговорим А сейчас прощаемся с нашими гостями Их благодарим Это был разворот на бизнес Не бревном единым Как Кировская область планирует выполнить нацпроект По удвоению объемов несырьевого экспорта за 6 лет Наталья Кряжева, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Была у нас в гостях Екатерина Матанцева, генеральный директор-основатель кировской компании МИКО Мария Зеленцова, директор центра экспорта Спасибо вам Будем встречаться Будем следить за тем, как развивается область И желаем, чтобы, да, чтобы рост шел И шел экспортный рост в том числе Не на бумаге, а на деле Всем нам желаем Вам спасибо за возможность рассказать об этом проекте А самое главное, я надеюсь, что наш бизнес рассмотрит Подумает по итогам передачи И принят решение выходить на экспорт И расширять палочки латные из картона Спасибо, прощаемся До сегодня До сегодня